В иллюстрацию предыдущей презентации уже ближе к практическим примерам наш опыт с эпилемомабом. Нам повезло участвовать в программе расширенного доступа к эпилемомабу. Она начиналась в октябре 2011 года, закончилась она уже больше года назад в 2015 году осенью вместе с регистрацией эпилемомаба у нас в стране. Какие были критерии включения? На программу включались пациенты, получавшие как минимум один вариант системного лекарственного лечения в хорошем общем состоянии, разрешались пациенты с метастазами в головной мозг, но они должны были быть пролечены. И удовлетворительная функция внутренних органов, в общем, ничего необычного, обычный пациент, которому показан практически любой метод системной химиотерапии. Единственное, что исключались пациенты с аутоиммунными заболеваниями, с гепатитами, с ВИЧ-инфекциями, ну и, естественно, с жизнеугрожающими состояниями. Как вводилось? Эпилема входит за 3 мг на килограмм, 90 минут инфузия, 4 введения всего с интервалом 21 день, вне зависимости от того, будет потом эффект, не будет потом эффекта. 4 введения достаточно. Первая оценка эффекта только через 12 недель. Раньше не имеет смысла просто оценивать эффект, за исключением внеплановых ситуаций, когда надо просто оценивать, что происходит с больным. То есть, плановая первая оценка 12 недель. И, возможно, реиндукция после достижения клинического эффекта с последующим прогрессированием процесса. То есть, если бы пациента была как минимум стабилизация процесса, на следующие оценки эффекта прогрессирования оно подтверждено после второй оценки эффекта, то тогда максимальный эффект – это именно возможно было включить пациента в эту программу повторно. На сегодняшний день, насколько, какова роль реиндукции, сложно сказать, потому что есть новые просто препараты. Итак, у нас 100 больных получало терапию. Видите, немногие пациенты с реиндукцией получили в основном 2, некоторые 4 цикла. Основная масса получила, конечно, 4. В среднем 3,5 цикла на одного пациента. Примерно равное распределение было по полу. Возраст, средний возраст – 52 года. Колебания от самых молодых до самых пожилых пациентов. И, как вы видите, большинство получало препарат во второй линии терапии. Но были герои, которые получали его более чем в пятой линии терапии. Хотя при меланоме, как вы знаете, фантазия сложная на 5 линий до брав-ингибиторов и мейки-ингибиторов. Но, тем не менее, такие пациенты у нас были. Что касается распространенности процесса. Безусловно, у большинства было поражение лимфатических узлов. Но у нас было очень много пациентов с неблагоприятным прогнозом. 22% с метастазами в головном мозге. Наиболее неблагоприятный прогноз. И вот классификация ТНМ, которая будет обновлена с 1 января 2018 года. Она включает пациентов с метастазами в головном мозге в категорию М1Д уже. У нас было много пациентов с метастазами в печени, у нас было приличное количество пациентов с метастазами в другие внутренние органы. Ну вот, соответственно, распределение по стадиям, стадия М1С, то есть либо метастатическое поражение внутренних органов головного мозга, либо высокий уровень ЛДГ, у нас было 62%. В среднем, как я уже говорил, 3,3 цикла терапии, 61% пациентов успешно закончил все 4 введения, у 5 больных была реиндукция. Какие основные нежелательные явления мы встретили? Самое частое – это сыпи, колиты, гипофизиты и гепатиты. Это те проблемы, которые у нас приводили к экстренной госпитализации пациентов, к проведению лечения, именно лечения иммуно-опосредственных нежелательных явлений. Ну вот пример сыпи. Вы видите, что сыпи очень похожи на сыпи, которые существуют при таргетной терапии. Единственное, что они не фукуликулярные, они разолезно-популезная такая сыпь, может быть визикулезная. Максимальная выраженность сыпи – это синдром Лайелла и Стивен Джонса, то есть это поражение дополнительно слизистых, мы такого не встречали, и поражение бульозный дерматит, токсический эпидермальный некролизм. То есть у нас тоже, к счастью, таких пациентов не было. Возможно, благодаря тому, что все пациенты были на связи и все довольно-таки быстро прибегали со своей сыпью. Потому что, как правило, тяжелое нежелательное явление возникает тогда, когда пациент решает, что он лучше отсидится дома, и в принципе он справится с этим сам. Вот пример таких пациентов, у которых были другие уже нежелательные явления. Язвенный терминальный лид, выраженный колид. Закончилось это, видите, вот здесь вот домышечные оболочки язвы уже. Неэффективно оказались высокие дозы глюкокортикоидов. Мы вынуждены были вводить инфлексимаб этой пациентке. Оказалось достаточно одного введения. И в принципе все благополучно завершилось. Другая ситуация. Пациентка пришла к нам на третье введение препарата. И мы увидели вот такие цифры трансаминаз. Притом на фоне общего абсолютно идеального состояния пациенток. Поэтому пренебрегать обычными биохимическими тестами в принципе нельзя у этих пациентов. До начала лечения надо их смотреть. Естественно, очень высокий уровень. Это гепротоксичность четвертой степени. Все благополучно разрешилось на фоне отмены препарата и введения глюкокортикоидов в высоких дозах. Лечение глюкокортикоидами заняло длительное время. Это месяц, полтора, иногда два месяца лечения. Очень медленное снижение дозы, чтобы не возвращались симптомы. И тем не менее у этой пациентки все равно был достигнут эффект. Гипофизит. Крайне редкое осложнение. Фактически мы видели его, наверное, один или два раза всего. Но тем не менее история у пациента показательна. Что надо сказать по поводу гипофизита? Вроде как развивается слабость. Вроде как потихонечку нарастают электролитные нарушения. Но у кого не бывает с прогрессирующей меланомой? У пациента гипофизит был через три месяца после завершения реиндукции. У него был частичный регресс и параллельно выраженная вторичная надпочечниковая недостаточность. Он попал в эндокринологический стационар. Естественно, там был назначен глюкокартикория, что решило весь вопрос. И пациента благополучно выписали. Но про это надо помнить, что такие ситуации бывают. У них каждая слабость будет связана с меланомой. Значительная доля этих нежелательных явлений может быть связана с монопосредственными нежелательными явлениями. Вот пример терапии. Тоже второй случай применения у нас интлексимаба в нашей практике было. Что интересно, показательно, как текло заболевание. Мы начали лечение в декабре 2013 года. Появилась сыпь, развивалась до третьей степени. Очень быстро была оккупирована на фоне таблетированного преднизолона. Мы ввели препарат третий раз после этого. Сначала развивалась потихонечку диарея третьей степени. Потом появились явления колиты. Сделана была колоноскопия. И здесь от начала до госпитализации прошло немного времени, но достаточно. Пациент обратился поздно. По сути, это был пожилой мужчина, у которого дети заставили обратиться к нам, потому что у него все-таки была диарея до 10 раз. И неплохо было бы, наверное, сходить к врачу. В общем, он на неделю позже обратился. В результате преднизолон уже не работал. Сульфосалазин – это комплексный препарат, который, с одной стороны, обладает бактериостатическими свойствами, а с другой стороны, подавляет продукцию некоторых цитокинов в кишечнике и используется при лечении неспецифического язвенного киолита. Он тоже не сработал. Мы вынуждены были вводить инфлексимаб пациенту. Ну вот язвенный калит. Такую вот картинку эндоскопически получили. Что характерно? Да, одно введение инфлексимаба тоже у него оказалось достаточным. Но он потом имел очень-очень длительную историю ухода от глюкокортикоидов. Сохранялась диарея второй степени. Он был выписан 10 марта. Резкое снижение веса у него было. На 15 кг похудел из-за диеты, из-за проблем с желудочно-тишечным трактом. Приднизолон длительно получал. Постепенное снижение приднизолона мы начали в марте, но не смогли полностью снять с одной стороны. С другой стороны, получили двухстороннюю плюс сегментарную пневмонию, как осложнение приднизолона, которое потребовало дебактериальной терапии. Приднизолон мы не отменяли. Оставались на постоянной дозе. Попытались постепенно отменять до 1 июня. И на момент 1 июня, мая, при колоноскопии еще были явления. То есть в феврале началось нежелательное явление. Острая фаза закончилась в марте. В мае еще были признаки нежелательных явлений при колоноскопии. И лишь первые, собственно говоря, позитивные симптомы были только в июне, при повторной колоноскопии. Таким образом, все лечение на посредственное нежелательное явление заняло 4 месяца. Да, стационарный период короткий, но остальное лечение было длительное. Ну и эффект. Эффект у этого пациента выраженный. Частичный регресс, который сохраняется до настоящего времени. Более того, он немножко усиливается. И вот это типично для иммуноопосредственных эффектов, скажем так. Когда эффект усиливается и может наблюдаться позже. Самое длительное, что мы видели, это частичный регресс развился через 7 месяцев после окончания эпилеумаба. Какова эффективность? Вот ранняя оценка еще больных. В целом, полный частичный регресс где-то в районе 11%. По РРС похожа очень ситуация. Мы вот сложили тут эффективность с трех центров, которые участвовали в программе расширенного доступа. Получается где-то полный ответ 2,5%, частично 13%, еще 20% стабилизация. Итого получается где-то 35-40% получает пользу от этого лечения. Вот если в цифровом выражении. И в принципе регистрационное исследование показало очень-очень близкие к этому цифры. То есть в реальной практике все соответствует тому, что есть клинические исследования, несмотря на жесткие отборы в клинические исследования. Что из интересного у нас было? У нас была пациентка такая с псевдопрогрессированием заболевания. То есть однозначно появление, в марте она начала терапию, в июне однозначно появление нового очага, который описывался как опухолевой, по результатам КТ. Никакого лечения мы не назначали. При повторной оценке в октябре 2015 года этот человек полностью регрессировал. Но в последний раз она ко мне приходила на той неделе. Пациентка у нее полный регресс практически всех очагов. Никаких признаков опухолевого процесса нет. Лечение она, соответственно, с июня 2013 года никакого не получает. Эффект сохраняется. Длительный частичный регресс. Пациент получал эпилемаб вроде как в самой неблагоприятной ситуации. Метастазы в печени, высокая ЛДГ, вторая линия терапии. Но, тем не менее, постепенно нарастающий эффект. И вы видите, что эффект продолжается даже после 3,5 лет, после окончания лечения. Он все еще усиливается. И в динамике происходит усиление этого эффекта. То есть мы видим, что эффекты сохраняются. Важно запустить иммунную систему и перевести ее в такое состояние, где она может поддерживать сама этот эффект. Это достижимо на сегодняшний день с помощью новых методов терапии. Выживаемость пациентов в нашем исследовании время до прогрессивания 3-4 месяца. То есть это как раз отражает ту ситуацию, что по рецисту очень многих будет прогрессирование. В части эпилемаба это особенно важно. Потому что для ПД1 ингибиторов там все-таки более высокая эффективность. Это менее значимо такое наблюдение. Медиана общей выживаемости 13,4 месяца. То есть вполне неплохая для того времени. Сейчас это конечно уже маленькие цифры, но тем не менее. Вот графики сами. Мы видим, что быстро очень прогрессирование в начале, потом практически геометрическая фигура. Здесь угол такой получается. И примерно 15% пациентов имеют длительное время до прогрессирования. И по сути вероятно могут считаться уже излеченными. Общая выживаемость в зависимости от уровня ЛДГ. Но все как мы ожидаем. Низкий, нормальный уровень ЛДГ. Очень хорошие результаты. Низкий уровень ЛДГ. Почти нет эффектов, плохие результаты. Наилучший ответ от лечения. Стабилизация. Очень хороший ответ в результате получается. Вы видите, кривая больных со стабилизацией не сильно отличается от кривой больных с полным и частичным прогрессом. То же самое состояние ЭКОГ на фоне начала терапии. Очень важный показатель. Даже ЭКОГ-1 серьезно ухудшает результаты лечения. Я уже не говорю об ЭКОГе-2. У нас было мало таких больных. Но все они были... Не закончили даже 4 введения препарата. Ну и суммарные наши данные именно по уровню ЛДГ. Вы видите, что намного выше риск прогрессирования при высоком ЛДГ. И обосчетная кривая с трех российских центров. При медиане наблюдения почти 2 года. Медиана общей выживаемости почти 19 месяцев. Иммуноопосредственные нежелательные явления никак не влияют на продолжительность жизни. Есть тенденция к тому, что те пациенты, у которых они есть, все-таки имеют чуть-чуть, наверное, больше шансов на длительный эффект от терапии. Ну и этапы иммунотерапии. Более подробно уже та картинка, которую я показывал. Пациенты, получившие 1, 2, 3, 4, 5 линий терапии, вы видите, что те, кто получал много различных вариантов иммунотерапии, эффекты складываются. Просто иммунологическая память работает. Те, которые получали эпилюма в первой и второй линии, это не оптимальные кандидаты. И при том иммунотерапия может быть любая. Это может быть тот же самый интерферон в диванном режиме. Он тоже вносит свою лепту, он тоже позволяет улучшить результаты лечения. Это дополнительный аргумент к применению как раз интерферона. Ну и тот слайд, который я уже показывал, эффективность, влияние вакцины на терапию, на эффективность эпилюма маба. Общие данные свидетельствуют о том, что наши и зарубежные, что да, те пациенты, которые получали вакцину, имеют лучшие шансы ответить на ингибитор АЦТЛА4. Опять-таки, последовательность наблюдения, тоже эпилюмаб. Опять-таки, эпилюмаб во второй линии терапии показывает немножко лучшие результаты по сравнению с ПТА1 ингибиторами. Их не надо с него начинать, по крайней мере, у многих пациентов. Таким образом, эпилюмаб на сегодняшний день – это эффективный препарат, безусловно, в лечении меланом. Это первый иммунологический препарат, который был зарегистрирован в России. Эффект его может быть усилен, когда он назначается последовательно после других методов терапии. Нежелательное явление контролируемо. Если пациент предупрежден, то он, безусловно, будет вооружен после против них и своевременно к вам обратиться. И они не приведут к каким-то серьезным последствиям. Ну и закончить хочется фразой Петра I, что выше всех добродетелей рассуждений, либо всякая добродетеля без разума пуста. Так что взвешенный подход и творческий, он необходим, особенно он необходим при проведении иммунотерапии, в частности, в меланоме. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Алексей Викторович. Особенно последняя фраза заставляет всех задуматься. Каждый раз, назначая пациенту лечение, нужно подумать, извесить все факторы, абсолютно все. Уважаемые доктора, кому угодно задать вопросы, будь добрый. Спасибо, Алексей Викторович. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Проведение колоноскопии пациенту 73 года, у которого, я так понял, осложнение было именно как диарея. Вас интересовало именно потому, что это было, он проходил, как говорится, у вас по программе? Нет. Это же есть четкие показания у вас, когда вы проводите колоноскопию. По поводу колоноскопии, в принципе, речь шла о подозрении именно на язвенный колит у пациента на фоне терапии. Потому что мы видели, что неэффективно наше первичное воздействие. Мы не у всех далеко делаем колоноскопию, но мы назначили у пациента пренизолон. Особого эффекта не было. И мы в таких случаях, конечно, стараемся делать колоноскопию. Рекомендую делать и посевы, чтобы исключить именно инфекционную патологию. Потому что тот же инфлексимаб, он может назначаться при язвенном колите, индуцированном эпилеумабом. Так же, как при неспецифическом язвенном колите. Но он не может назначаться, если это вызвано инфекционным процессом. У нас есть подозрение на активную инфекцию. Поэтому антибактериальная терапия, в частности, как сульфосалазин, они тоже входят в алгоритм лечения именно выраженных таких форм. Но опять-таки, все, что мы встретились, первая пациентка, она тоже на самом деле не совсем вовремя была. Потому что, как вы знаете, у нас в январе долгие праздники, а у нее 5 января все случилось. Естественно, 10 января терапия была не столь эффективной. Что закончилось инфлексимабом? Уважаемые коллеги, еще вопросы, будьте добры. Наверняка вопросы какие-то есть, нет? Нет вопросов. Ну, я еще хочу подчеркнуть, что все-таки вот и примап – это препарат первый иммуно-онкологический, который зарегистрирован и в мире, и у нас в стране. И он, безусловно, имеет свою нишу и свои назначения однозначно. Он удобен чем? Четыре только введения. Все остальные препараты сейчас вот Анна Грина будет рассказывать до прогрессирования на сегодняшний день или до неприносимой токсичности. Здесь только четыре введения и может быть реиндукция. И я надеюсь, что Алексей Викторович не весьма напугал вас теми осложнениями, о которых мы сегодня сказали. Мы просто говорим то, с чем встречается в мире и то, что есть на самом деле. Это просто совсем другие препараты. Это не цитостатики, это иммуно-онкологические препараты, это антитела. Это и действия их совершенно другого характера, и токсичность совершенно другая. Мы еще об этом остановимся на этом вопросе еще.